В общем, что я хотела сказать, что начинаю новую неделю худеющего человека. Сегодня у нас жара, поэтому я решила прокатиться на велике. У нас такой прекрасный вид, правда, дорога, поэтому слишком шумно. Буду показывать не только свое питание, в основном буду показывать, наверное, тренировки какие-то. Вот в часах вбила сейчас вот столько я катаюсь на велике. Почему-то под камерой он не хочет показывать. Еще мне нужно проходить шаги, потому что целью все равно остается 10 тысяч. Вот, что еще у нас сегодня. Завтра у меня будет тренировка, такая умираловка, поэтому завтра тоже чуть-чуть поснимаю. Так что всем хорошего дня. Смотрите до конца. Так, доброе утро. У нас сегодня в ветре наезд. С желтым костюмом и так немножко прям. Ветрина, в общем, приехала на тренировку, сегодня тренинг. Это был легкий. Вот, функциональный тренинг. Это одна из самых тяжелых по мне тренировок, на которых я была на данный момент. Наверное, табаны. И эти тренинги, которые самые тяжелые по мне. Вот, потом вся одна из самых тяжелых по мне тренировок, на которой я была на данный момент, потому что это будет очень больно сейчас. Сейчас я поджарю. Маленькая раздевалка, маленькое зеркало, конечно, вообще. В общем, я готова. Так, ребята, хотела рассказать вам как раз-таки про тренировки. Я вам обещала рассказать, на какие тренировки я ходила, на какие я собираюсь пойти вообще, что есть в моем фитнес-зале, фитнес-центре, куда я хожу сейчас. Начнем с того, что я выбрала для себя на этот раз, на этот период, именно групповые занятия, групповые тренировки, потому что, если честно, наверное, я их немножко избегала. Я их боялась, поэтому я выбирала для себя наиболее простой какой-то такой метод. То есть, да, я ходила на йогу и на пилатес, групповые, но более какие-то сильные я попробовала и ушла от этого. И ходила в тренажерный зал. Это что касается полтора года назад моего спорта. При этом я то сидела на правильном питании, на диете, то не сидела, поэтому особый результат был, но он был такой. То есть, когда я занималась спортом и правильно питалась, соответственно, был результат. Потом результата не было, даже если я занималась спортом. То есть, я занималась на тренажерах, я делала сама упражнения в общем зале, потом занималась на тренажерах. Да, это все сжигало калории, но в общем, мне все-таки групповые занятия дали хороший толчок, пинок, я не знаю, как это назвать. Когда ты один чем-то занимаешься, ты можешь что-то делать в полсилы, ты можешь отдохнуть и не делать. Групповые, там ты смотришь, там все делают, на тебя смотрят. Мне нравится данный фитнес-зал, куда я хожу, который называется Iron Fit. Он небольшой, он совсем маленький. И да, там нету каких-то определенных условий, которые должны быть в элементарных залах. Да, там душевые, хорошие раздевалки, один общий туалет у них там на всех. Ну, это все мелочь, потому что главное, мне нравится атмосфера, мне нравятся тренера, мне нравится то, что мало народу ходят, хотя в нашем чате очень много человек, но тем не менее, вот это мне очень нравится, что каждому уделяют внимание, то есть как будто вы приходите на индивидуальную тренировку. Начала я с пилатеса, конечно же, йога и пилатеса, это то, что мне было известно, то, на что я ходила много лет. Я занималась йогой в школе, я занималась йогой, наверное, года два в институте, когда училась, я занималась после института. То есть вся моя жизнь как-то, помимо спорта, которым я занималась много лет, это баскетбол, вся моя жизнь была связана только с йогой и с тренажерками. То есть тренажерки у меня были не на профессиональном уровне, без тренера, просто занималась на тренажерах, йога, тренажерах, йога. и туда для себя решила открыть что-то новое вот и тренировки на которые которые у нас есть в зале их очень много часть перечислить те на которые я ходила тренировки на которые я ходила это значит йога пилатес йога причем есть кундалини йога есть йога с элементами табаты то есть табата йога какая-то еще какая-то йога в общем я не помню йога в гамаках то есть я ходила и на йогу и на йогу в гамаках кстати очень такая йога в гамаках я почему-то думала что гамаки это такой релакс на самом деле это очень сложно это прям вот на выносливость пилатес для меня показалось таким средним то есть там есть упражнение которое мы делаем со штангой штанга ли как она правильно называется с резинками это тяжело но когда без этого то есть более-менее лайтово кундалини йога она больше на осмысление вашего внутреннего состояния это пропиваете мантру вы там релаксируете но также есть на выносливость именно почувствовать свое тело упражнения потом я сходила на табату после табата у меня болело все я думала что это самая сложная тренировка в моей жизни потому что до этого я ходила в другом фитнес зале на зумбу мне показалось очень сложный зумба тут у меня табата самая сложная а вот это очень интенсивная тренировка затем я сходила на 45 15 это функциональная тренировка где 45 секунд упражнения 15 отдыха кстати 45 15 мне очень понравилось сожалению больше не смогла повторно мне попасть не подходила по времени то не было тренировки в общем мне понравилось это именно то что наверное мне подходит по интенсивности то есть это и не лайтовая типа йоги пилатеса это все-таки функционал как где-то постоянно движешься но в то же время я не сильно-то и умерла ну как не сильно хотя я сходила на неё потом у меня два дня болело тело но все-таки вспоминая если сравнить с табатой то 45 15 легче и тренировка на которую я продолжаю ходить и больше мне понравится функциональный тренинг вот после функционального тренинга я сказала наверное это самая сложная тренировка на которой я была но в то же время после нее такая приятная усталость это вот кто ходит на тренировки тот поймет это такая приятная усталость в конце растяжка я вставила или до этого или после этого вставлю как раз таки то что я записала в зале функциональный тренинг это вторая моя тренировка функционального тренинга была я немножко старалась для вас позаписывать в ускоренке сделаю это вот постараюсь еще завтра пойду на йогу постараюсь записать йогу тоже вставлю вам йогу как проходит пилатес статьи снимала но потом удалила так не сделала влог вот к сожалению мне очень нравится и по пилатесу тренер и йога тренеры и функциональные тренировки все тренера классные еще я хочу попасть на best fit есть best fit я не знаю что конкретно в этой в этом зале как его преподают но в общем это тоже такой фитнес типа функционалки это представляю на затем есть iron fit а если честно я его всегда избегала и ни разу на него не пошла потому что думала что iron fit как мне рассказал муж по его каким-то рассказом там друзей что iron fit это прям умираловка я почему-то не ходила на него хотя администратор шеи девочки кто ходит сказали что это не такая умираловка то есть вы берете какой-то вес который комфортен вам то есть штанги или гири для начала конечно это что поменьше берете потом чувствуете больше берете больше в общем что-то такое iron fit там есть iron fit 1 iron fit 2 есть дыхательная гимнастика называется на бодифлекс я прям читала очень много книг по этой методике институте у нас увлекалась одна девочка она прям пропагандировала бодифлекс и так как я с ней общалась я очень много знала на эту тему но вот туда я не ходила еще есть шпагат но он проходит очень поздно поэтому нет то конечно не хожу гвозди терапия нас дополнительную плату то есть стояние на гвоздях йога в гамаках то есть обычная йога йога в гамаках йога в гамаках проходит рано утром где только один раз он была на ней вот что то еще есть из того что я хотела попробовать что-то я забыла наверняка сказать по моему есть какой-то а стрейчинг есть то есть это какая-то растяжка совместно с пилатесом то есть я ходила на стрейчинг тоже когда ходила на пилатес полтора года назад вот но пока что мне прям функционалка зашла вот я стараюсь чередовать у меня абонемент был на 12 занятий мне прямо это зашло потому что каждый день заниматься тяжело я вам тоже не советую в те дни когда например я на этой неделе как мои тренировки обстоят один день я хочу сходить на йогу а в конце недели то есть начале недели йога в конце недели умирала в как я называю функционалка потому что нельзя как бы каждый раз каждый день делать какие-то такие сильные нагрузки нужно и тянуть мышцы йога причем я слышала что вы можете увеличить свой рост или вернуть прежний потому что с годами вы уменьшаетесь при помощи йоги потому что очень много упражнений на растяжку тело свое то есть вы вытягиваете вот еще в моих часах вот в этих huawei watch fit на них тоже есть обзор на моем канале есть классные тренировки вот эти тренировки прямо умираловки умираловки то есть тут прямо написано сколько упражнений будет тут нету отдыха особо между упражнениями поэтому это умираловка я делаю такие тренировки на часах например здесь есть 12 курсов тренировок есть тонус пресса 10 минут на пресс это прям сильно супер пресс 15 минут оранжевая так понимаю зеленая более легкая оранжевая прям сильно для корпуса и спины зелененькая 12 минут для тонуса ног и ягодиц и просто для ног вот я делала для тонуса ног и ягодиц для пресса делала для ног кстати не делала следующий раз я сделаю наверное быстрое сжигание жира вот очень тяжелая тренировка которая вряд ли больше я повторю вот тренировка груди она прям красным почему-то указано у меня наверное это прямо таки это сложно вот и завтра я наверно сделала как раз таки тренировочку для ног и конечно же в своем питании я стараюсь проходить шаги сделаю тоже вам ставочку по моему впервые вчера закрыла все три круга по своему фитнес-браслету это первый круг это шаги второй круг зеленый который первый раз вчера закрыла это суть этого круга в том что вы должны в течение 15 минут очень что-то интенсивно делать то есть каждые 15 минут вы должны либо вверх по лестнице ходить либо делать упражнения либо очень быстро ходить либо бегать в общем соответственно у меня не получалось никогда вот закрыть у меня было прям чуть-чуть всегда не хватало а третий круг это физическая активность в течение всего дня то есть если вы много ходите или что-то занимаетесь спортом вот у меня он всегда закрыт и даже перевыполнен то есть там например 14 с 12 или 15 с 12 помимо тренировок в фитнес-зале я также снова возобновила катание на велике потому что пришло лето тепло и я сейчас стараюсь кататься если нету сильного ветра то есть по возможности вот сегодня если все-таки не будет дождя то я обязательно прокачусь на велике велик сжигает очень много калорий то есть в отличие от простой ходьбы или там чего-то вот этих мини тренировок на часах то есть велик мне прям очень нужен я понимаю что я хочу видеть на своих часах сколько не калорий сожгла вот сейчас время 3 часа я сожгла всего лишь 179 калорий потому что мне не было тренировки и велика когда велике тренировка то есть это выходит даже когда просто тренировка выходит 400 калорий за день когда велике тренировка выходит 500 там 550 на 550 на максимум что у меня было в общем это круто при том что я придерживаюсь питания на 1400 килокалорий вот вроде бы все вам рассказала постараюсь поснимать йогу это же ее встану всем пока а 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 и а 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 вкуса в общем классная книжка и буду кушать сейчас заполнять как раз так что все кто кушать приятного аппетита а статус Субтитры сделал DimaTorzok 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 I'll try again, I'll try again Stay on the straight and narrow We'll meet up at the end I'll try again, I'll try again, I'll try again I'll try again, I'll try again, I'll try again, I'll try again I'll try again, 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 I'll try Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok